Привет, привет, мои хорошие. Знаете, когда ты только забеременеешь, кажется, о, 9 месяцев, 9 месяцев впереди, и это так долго, так долго, но время пролетает настолько быстро. Хотя, наверное, с первым ребенком тянется все медленно, медленно, а вот уже с последующими детьми как-то все происходит быстрее, потому что больше забот, уже нет такого интереса, как, ой, сегодня там 6 недель исполнилось, ну-ка, посмотреть, что на 6 неделях там происходит. Напишите, девчонки, кто ходил беременным, было ли у вас такое, когда вы смотрели каждую неделю, что сейчас появилось у ребеночка там, о, сейчас у него там ушки выросли, о, сейчас у него уже сердечко бьется, еще что-то, и вот это вот интересно, конечно, узнать было у вас такое или нет. Нет, я помню, с первой беременности, это вообще как маньяк, и это казалось, так, время долго идет, так, это все медленно. Тут мы все оставляли на последний день. Девчонки, мне говорят, Оксана, покажи видео, как вы готовитесь к родам. Это, конечно, вот стыдно сказать, но мы никак не готовимся, вот вообще никак не готовимся. У меня сегодня последний день, и завтра я уже все, ложусь в больницу, и послезавтра у меня кисарево сечение. У меня, я вот сейчас смотрю в камеру, точнее, мне стыдно смотреть вам в глаза, я ничего не сделала, мне ничего не сделано, мне ничего не поглажено, ничего. Вообще, вообще, абсолютно ничего не готово, у меня даже в роддом халаты не готовы, у меня сумка не готова с этой беременностью, я какая-то капитальная лохудра, но я ничего не готовила. Это, это, у меня паника такая внутри, почему? Потому что я понимаю, что я, у меня вот это вот последние две недели, самое, что печальное, наверное, будет, это то, что я не снимала видео. Вот не снимала видео. И у меня получается, что, если до этого я старалась так, чтобы у меня снимались видео, и хотя бы неделя была в запасе, но в этот раз я понимаю, что у меня не то, что недели нет в запасе, у меня не хватает видео на то, что пока, чтобы вот это вот было без перерыва, для того, чтобы пока я буду лежать в роддоме, пока у меня будет восстановительный период, у меня нет этих видео. Я так за это переживаю. Все-таки канал, это как уже такое свое детище, и ты понимаешь, что когда ты старался, старался делать, чтобы у тебя не было пробелов, и тут вынужденные, вынужденные пробелы, меня это опечаливает, я расстраиваюсь, я понимаю, что так не делается, то есть или вести канал, или не вести канал, вот одно из двух. Если уже начала, то надо вести, мне тогда вообще не надо вести. Но я вас очень прошу, если у меня все-таки не получится сделать так, чтобы был наш обычный с вами график, я вас прошу прощения. Потерпите чуть-чуть, пожалуйста, опять же, а потом лялька будет, потом, ну у меня сейчас в состоянии, я себя чувствую, я не знаю, разбитой какой-то кобылой, лошадью, который, не знаю, возили-возили воз, и вот она тут сдалась. Ну, правда, как-то, как-то совсем не очень себя хорошо чувствую. Ой, и у меня видео, вы заметите, наверное, что видео будут состоять из нескольких дней, то есть один влог порой будет состоять из двух-трех дней, потому что включала видео, там записывала две минуты, и все, больше не записывала. Естественно, что то, что не записывала больше, и потом, как составляешь влог, или вообще непонятно, я приехала тогда, заказала халат, я себе Валбереса заказала, и потом просто пришла, уже мери его. Я такая потом сама монтирую и думаю, ну, Оксана, ну, никакой логики нет. Ну, вот, бывает такое, нет настроения включать камеру. Это неправильно, но такое бывает. Сейчас еду с женской консультацией, у меня, я сдавала на той неделе мазки, мазки у меня показали не очень хорошие, проставила неделю свечи, и сейчас поехала на контрольный мазок. Сделала, не знаю, успеет, не успеет, они, по идее, сделали бак-посев. Ну, бак-посев, он делается, не знаю даже сколько, дня 3-4, наверное, бак-посев делается. И я теперь переживаю, чтобы мне не отложили дату операции. Я уже настроила себя на этот день Х, и каждым днем для меня это... Меня уже такие мысли посещают. Меня Ромка ругается, вплоть до того, что я уже там чрезвычай не составляю. Он говорит, Оксана, ты что-то вообще расклеилась? Он говорит, я тебя не узнаю. У меня правда, мне такие мысли посещают, что уже хочется обнять, 3 дня рыдать. Ой, все-таки операции, есть операция, как бы там ни было. Это наркоз, это все серьезно. И как организм себя отреагирует, как себя поведет организм, одному Господу известно. Ой, спасибо вам большое, девчонки, кто пишет поддерживающие комментарии. Я читаю, и на душе, когда ты прочитываешь комментарии, настолько становится светло на душе, настолько вот эта поддержка, вот эта вот энергетика человека, который заряжает этот комментарий, настолько она дает силы. Я вам очень благодарна за вот эту вот поддержку, за вот эту вот помощь. Для меня она ценная, для меня она очень много значит. И, конечно, порой тяжело вести канал. Со стороны кажется, что там отснимал да выложил. Бывает такое, что нет настроения, нет настроения монтировать. Это, знаете, как все равно однотипная работа, когда порой не хочется. Порой хочется взять отпуск, порой хочется пойти тоже на больничный. Но нельзя, это либо ведешь канал, либо его не ведешь. Это мои такие мысли, может быть, конечно, это неправильные. Но, с другой стороны, я очень рада, что есть вот эта вот возможность обратной связи, вот этой поддержки, вот этого ощущения вашего. Не знаю, что-то сегодня еще получится или нет отснимать, потому что... Не, в любом случае, на это что-то буду... Что-нибудь отснимаю. Ой, переживаю я, конечно. Очень переживаю. Хочу вам показать нового члена нашей семьи. Это кошка породы Мэйн Кун. Очень красивая кошка. Она очень крупная. Очень крупная. Посмотрите, какая она большая. Мне кажется... Даже не знаю, как вот описать, но она огромная кошка. Гера, иди сюда. Иди ко мне. Гера, 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 иди сюда. Гера, иди ко мне. Гера, иди сюда. Ой, какая... Вот такая она. Она как рысь. Она большая. Нам ее отдали, потому что началась аллергия. Чему мы очень рады. Точнее, мы рады, потому что аллергия. А то, что у нас такая красавица появилась. Очень красивая она. Такая очень ласковая кошечка. К порядку приученная. Вот такое у нас пополнение в семье. Такая красавица. Но она очень большая. Таких крупных кошек вживую никогда не видела. Чтобы показать... Вот сейчас у меня соль стоит на столе. Смотрите. Соль и она. Посмотрите, какая разница. Видите? Все девчонки тех, кто любит... Девчонки, мальчишки, да? Те, кто любит котов, кошек. Мне кажется, вы сейчас должны ахнуть тоже. Но я в восторге от нее. Вот как красиво кошка. Да, вот такое, скажи, у нас пополнение в семье. Завтра я уже ложусь в больницу. И останется она без меня. Хотя до этого Хазима говорили, что она больше любит мужчин. Ну вот со мной у нее получилось наоборот. Как-то она ближе ко мне идет. Может потому, что беременна. Поэтому не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok